Здравствуйте! Мы вновь встречаемся с Василием Викторовичем Ванчуговым, доктором философских наук, профессором кафедры истории русской философии, философского факультета Московского государственного университета. Здравствуйте, Василий Викторович! Не первая наша встреча. Мы разговаривали об Архимандрите Гаврииле, говорили об Иване Васильевиче Киреевском, о русской философии. Открывали очень интересные и неожиданные стороны этого процесса и то, о чем мыслили люди. И выяснилось, что Киреевский вообще такой спикер современности. Если бы он участвовал сейчас в наших круглых столах или в ток-шоу, то, наверное, был бы очень интересным и популярным человеком. Многие его идеи просто совершенно можно заимствовать и выдавать, потому что они очень актуальны. Сначала был западником, потом стал славянофилом и стал говорить о том, что с Европой надо быть очень осторожным. И пошло-поехало и так далее. А вот сегодня хотелось бы поговорить еще об одном человеке, который уникален. Вот на меня он произвел очень сильное впечатление в свое время. Я знаю людей, которые посвятили ему жизни. Я работал с этими людьми. Это философы, которые выпускали книги и так далее. Сейчас не буду называть имен, потому что это целое направление жизни. А речь идет о нашем герое Николае Федоровиче Федорове. Николай Федоров. Библиотекарь Румянцевской библиотеки. Потом Ленинке, потом сейчас он в Государственной публичной библиотеке. Странный человек, который, умирая, сказал, подождите, подождите, посмотрите там у меня в пиджаке, не осталось ли у меня денег. Нашли копейку. Он сказал, отдайте нищему. Ее отдали, он сказал, и он скончался с облегчением, вздохнув. Абсолютный бессеребренник. Человек, который создал концепцию, как нам, православным, быть православными. Знаете, баптисты часто говорят о спасении веры. Это должен свидетельствовать о вере. Многие говорят, что вера без дел мертва. Мы не можем просто жить православным, мы должны что-то делать. Вот он придумал концепцию философии общего дела. Скажите, пожалуйста, для вас что это за человек? Вы написали о нем неоднократно, и просто мне интересно. Вот я как православный хожу и думаю, вот живу и думаю, все-таки он был православным человеком. Это можно принять церкви, его идею, о которой мы сейчас поговорим, или нет? Для многих людей в целом, для значительной части православных, я думаю, тоже, Федоров может показаться очень странным мыслителем. И у многих первое такое рефлекторное интеллектуальное движение – настороженность. Я прошу прощения, что я вас сейчас перебиваю и забыл сказать самое главное. У него не то, что учились, а считали за счастье быть с ним знакомым и слушать его, Достоевский, Владимир Соловьев, Толстой, и еще много других людей. Отец Пастернака, художник Леонид Пастернак, знаменитый рисунок, все знают, как они там сидят, разговаривают между собой. Лучшие люди приезжали к нему для того, чтобы подчеркнуть из него что-то серьезное. Вот я вас перебил, чтобы сказать об этом, что это не просто был какой-то чудак, который жил где-то на отшибе истории. Для многих он вообще мог показаться таким городским сумасшедшим, но когда люди погружались, узнавали детали, отношение менялось. Правда, порой менялось первичное такое изумление, высокое изумление, потом сменялось неким разочарованием, всякие ситуации были. Вот попробуем посмотреть на Николая Федорова, тоже, так сказать, классический представитель внеинституциональной философии, но более такой своеобразный. Это классический тип автодедакта. Человек, который учится сам, такой самоучка. Самоучка, в отличие от предыдущего нашего героя, который все-таки принадлежал хотя бы каким-то образом какое-то время к формальной системе образования. Здесь становление при помощи, так сказать, самообразования. Чтобы нам были понятны действия, мысли, ходы мысли, тот самый мир, который создает Федоров, мы должны обратить внимание на его признание, на его признание, на фиксацию того, что потрясло его. Скажем так, Федоров – это человек, который стал личностью благодаря детскому потрясению. Детскому потрясению. Вот что его потрясло в детстве, и далее он просто пытался понять, почему это, и, соответственно, сделал определенные выводы. Однажды он увидел корку черного спекшегося хлеба, не самого лучшего качества, и получил представление о голоде, чем кормили в голодное время. То, что существует голод, то, что существует война, где люди убивают друг друга, и то, что существует неродственность отношений, тип жизни, который он называет как неродство. Итак, здесь такой буддистский вариант, да, вот как Будда в своем мире. Да, это я прямо хотел сказать. Трясло, да, вот здесь. Что существует страдание. Преобразование происходит. Что мы, оказывается, слабы, то есть мы думаем о себе, что мы вот такие высшие существа, отдельные, как человечество, но мы не в состоянии справиться с голодом. У нас регулярно значительная часть людей голодает. Мы гордимся тем, что мы просвещенные, умные, религиозные, добрые, но при этом убиваем времени друг друга по разным поводам. Более того, в этом массовом убийстве принимают участие нации, государства, культурное образование, претендующие на высшую роль в человечестве. Да, немцы уничтожают французов, либо потом французы с немцами приходят нас уничтожать, итальянцы подключаются. Вот, на самом деле. Ну, и Англичане тоже недалеко. Ну, само собой, да, это среди первых заводил, как правило. И неродственность, что да, с одной стороны, существует масса ситуаций, практик, благодаря которым у нас может создаться впечатление такой гуманности, коммуникабельности, общительности людей. Ну, малейшая ситуация, малейшая конкуренция, борьба за должность еще, либо, да, мы видим, каков на самом деле человек, что он внутри семей происходит битва, да, в семье происходит война между семьями, между индивидом и обществом. То есть, для него вот ряд проблем, которые необходимо осмыслить. Голод, война и неродственность. Все последующие книги, все последующие чтения, встречи с людьми, рассуждения, направленность бесед были ориентированы на… Необходимо разобраться с этим, да, почему. Вот он спрашивает представителей ученого мира. Те начинают там что-то, какие-то концепции, гипотезы, которые сами по себе вроде бы хороши, да, но они не работают, как некий инструмент для, так сказать, для изменения порядка вещей. И так он фиксирует, как сегодня бы сказали, да, кризис культуры. Кризис культуры. У этого кризиса есть определенные маркеры, да, указывая на которые, мы можем сказать, да, такой кризис глобальной культуры, кризис цивилизации в целом. Со временем у Федорова появляется некий проект. Перед этим я вкратце совершенно отмечу, не доучившись в Решилевском лицее по определенным причинам, далее при помощи самообразования достигает уровня, скажем так, преподавателей уездных учреждений, школ. Но здесь уже появляется первый интересный момент, который много будет объяснять нам в последующем. Из-за этого Федоров, в общем-то, и страдал. Он попытался переформатировать систему преподавания. Вот он говорит, вот там предмет история, да, вот мы начинаем осваивать историю, там, от Рюриковичей, или историю древнего мира, средних веков и прочее. Мы знаем что-то о мире, но порой не знаем, когда появилось наше село, наша школа, кто у нас что делал. Да, мы не знаем свой край просто. То есть ближняя история для нас недоступна? Да, какая-то дальняя, давно прошедшая она? Мы знаем, какие растения в Африке, да, в Северной Америке, но не в состоянии объяснить, рассказать, да, какие деревья в нашем крае, какие растения, какие полезные, какие ядовитые. Поэтому он как бы перевернул все. Хочешь изучать природу, все, класс, берем и ведем в природу, да. Вот ромашка, вот щавель, вот то, вот все. Изучаем сначала свой край, свою растительность, свою историю, а потом уже расширяем, идем далее. То есть у тебя должна быть некая почва, да, точка опора, от чего ты должен отталкиваться. И потом тебе последующее будет понятно, когда у тебя есть фундамент. Это фактически такое привнесение краеведения в образовательный процесс. Изучи сначала свой фрагмент неба, который над тобой, а потом уже другие созвездия. Но ведь прав же. Абсолютно прав. Совершенно прав. Так что здесь, но другое дело, твои установки, твоя система аргументации, другое дело, учебный план, программы спущенные. А насчет недообразованности, вы понимаете, все-таки он был библиотекарем, он жил рядом с книгами. Он не ходил куда-то искать чтение, как делали у студента или даже профессора. А он с ними ночевал, он даже спал в библиотеке. Поэтому недообразованность его была, конечно, хаотичность, возможно, но недообразованность – такой спорный момент. Все-таки он был довольно очень образованным человеком. Абсолютно. Другое дело, что литературу он же подбирал, обращал внимание на ту, которая позволит ему не просто объяснить, почему существует голод, война и неродство, но исправить это положение вещей. У него Федоров достаточно так утилитарно настроен, предельно прагматичен. И вот у него формируется проект. Причем этот проект и меняет его образ жизни. Вот как раз вы отметили уже в самом начале. Вы можете сформулировать кратко сущность проекта? Потому что многие зрители слушают нашу передачу и так и не могут понять, о чем мы говорим. Ведь самое главное – это именно вот этот проект. Потом я его обозначил. Вы же проект. То есть у Федоров, скажем так, здесь позитивный совершенно, положительный такой нюанс. Он зациклен на проекте. Все подчинено его проекту. Сам образ жизни. Отсюда аскетизм. Отказ от чего-либо излишнего. Потому что если ты чем-то начинаешь устраивать свой быт, ты отвлекаешься от проекта. У него даже система отхода… Собственно, такой странный был, странный момент для других. Да, спал на неудобном месте, на сундуке. Почему? Да, чтобы меньше спать. Чем больше спишь, тем меньше занимаешься проектом. Поэтому не должно быть комфортных условий. Чуть-чуть выспался, да, все, вперед. Дальше читать, работать, встречаться, организовывать людей. Итак, что за проект? Что за проект? Этот проект имеет название «Общее дело». Общее дело. Но чтобы запустился процесс «Общего дела», необходимо поработать с людьми. Объяснить, указать. Суть этого «Общего дела» – регуляция природы. Вот здесь важный термин, который он сам использует. Почему голод? Да потому, что мы не в состоянии регулировать природными процессами. Сегодня засуха, неурожайный год. Завтра, наоборот, водой все заливает. Потом там саранчана бежала, потом еще что-то. Мы на самом деле бессильны. Мы присутствуем, у нас очень слабые позиции в этой природе. А мы должны сделать таким образом, чтобы у нас выпадало осадков ровно столько, сколько необходимо для урожая. Поэтому вот это концепция регуляции природы. Там отдельная сложная и интересная тема. И уже были определенные технологические моменты, которые позволяли думать, что это не утопия, недалекое будущее, а реалия нашего времени. Итак, регуляция природы. Природа в том виде. Да, при этой приставке на регуляцию, что мы должны еще зафиксировать? А так у человека и есть проект. При этом базовый такой момент. Федоров – верующий человек. Для него писание, да, это писание, да, это священный текст абсолютно все. Религия, церковь, церковная жизнь, все. Он действует. Он говорит, я в своих рекомендациях, в своих действиях веду себя на основе того, что я прочитал, нашел в священном писании. Суть того, что он нашел, да, управляйте миром, будьте подобны Богу. Все должно быть под вашим контролем. При этом, как человек выцерковленный, он говорил, что мы не должны довольствоваться только церковным пространством. Всей той литургической практикой, литургическим пространством, которое есть. Да, вот церковь, где есть таинство. Должно быть еще то, что он называл внехрамовая литургия. Внехрамовая литургия. Но если в храме литургический процесс происходит, обусловлен определенными техниками и практиками, то внехрамовая литургия происходит благодаря, может происходить благодаря науке, философии, технике. Сверхцель, сверхзадача проекта Федорова – это устранение ситуации, это модификация, трансформация природы и общества. Такая трансформация, такое изменение, которое не позволит втреть быть, наступать, возникать ситуации голода. Не позволит возникать войнам и устранит вот эту разобщенность, разделенность всеобщую. Для этого мы должны запустить вот это общее дело. То есть люди должны почувствовать, что мы должны делать. Они должны заразиться этой идеей. Система, образующим элементом является воскрешение. Губрия – это сверхзадача. Вот это самое главное, да. Самое главное. Вот как в спорте. Вот хочешь чего-то добиться реально, да, ставь сверхзадачу, стать олимпийским чемпионом, ты можешь ему не стать. Ну, хотя бы чемпионом России будешь. Если ты будешь ставить задачу, стать чемпионом школы, ты будешь на уровне двора все. Вот ставь сверхзадачу. У Федорова сверхзадача – воскрешение. Ну, потом это главная задача, смысл для многих людей. Потому что, как говорят, человек живет и думает о смерти. Так сказать, православие и вообще христианство говорит о воскресении, без которого оно не имеет смысла вообще. То есть это самое главное – вера в воскресение. Будем, воскреснем ли мы? А если воскреснем, то когда и как? Вот Федоров и говорит об отсутствии. Жизнь после смерти. Такой вариант православного позитивизма, скажем так. Да, да, да. Он говорит, не стоит ждать этой ситуации. Кто это будет делать? Это мы должны этим заняться. Мы – химики, физики, биологи, философы, лингвисты. Мы должны помочь Богу осуществить эту задачу. Каждый, грубо говоря, мы делаем грантовую заявку, думаем об учебном процессе. Но все должно делаться, составляться исходя из этой сферы задачи. А что полезного может произойти благодаря нашей деятельности для воскрешения человека? Поэтому представьте уровень науки и технологий того времени. Это вторая половина XIX века, ну, несколько лет, там, три года XX века. Да еще нет даже таблицы Менделеева. Поэтому Федоров говорит, что необходимо делать? Опять же, мы должны понимать, что это такие сверхзадачи, такие некие призывы. Призывы, да, его не особо интересует конкретика. Он сам не химик, не физик, да. Ему важно поставить сверхзадачу, которую будут реализовывать другие. Обрисовать. Идите на кладбище. Собирайте прах. Берите элементы и при помощи, на основе вот этих элементов, да, реконструируйте. Восстановите человека. Физически восстановите. То есть в каждой клетке человека есть память о всех его предках. И эту память можно восстановить по этой клетке, можно восстановить жизнь и воскресить любого человека, который живет. Любого. Поэтому Федоров говорит, сначала мы научимся воскрешать тех, кто недавно умер, а потом будем идти вглубь веков. В конце концов, мы Сократа воскресим. Аристотеля, Платона и так далее. Будем идти до самого начала. Вот, когда мы всех воскресим. Потому что там интересный парадокс возникает. Если мы не ставим эту цель, не заняты вот этой задачей, что получается? В конце концов, да, развитие человечества имеет такой прогрессивный характер. Продолжительность жизни увеличивается. Мы делаемся богаче. В конце концов, люди перестанут умирать. Будут здоровыми, крепкими, умными, разумными. Да, вот, достигнем идеального состояния. Но те люди, которые будут находиться в том самом идеальном состоянии, они будут в силу своего абсолютного разума и абсолютной морали, будут прекрасно понимать, что их состояние, идеальное состояние, достигнуто благодаря трудам предыдущих поколений, которых с нами нет. Поэтому вы не сможете жить нормально, прекрасно понимая, что ваша идеальная жизнь куплена ценой поколений. Ценой их жизни. Ценой их жизни. Поэтому вы должны приобщить этих людей к этой идеальной жизни. Поэтому это и запускается процесс возрождения, воскрешения. Я хочу сказать нашим телевизорителям, что мы не занимаемся пропагандой каких-то странных людей. Мы рассуждаем о философии общего дела, героя нашей сегодняшней программы Николая Федорова. Не более того, потому что на эту тему можно много спорить, комментировать. И я думаю, что многие священнослужители могут с недоумением смотреть, о чем мы разговариваем. Но дело в том, что Николай Федоров считал себя православным человеком. И нам интересно разобраться, а так ли это на самом деле. А вот еще есть такое понятие «космисты». Ведь человеком, который посещал Николая Федорова, был Циолковский, который наслушался его идей. И потом знаменитая фраза «человечество», считалось как, что если воскресить всех, то будет огромное количество миллиардов людей. Их невозможно поселить, будет на планете Земля, потому что для них не будет места. И что тогда нужно делать, следуя божественной программе, так сказать, замыслу? Нужно что-то изобрести для того, чтобы перелететь на другие планеты. Вот это «космисты» и Циолковский писал, что человечество завоюет и так далее. В Советском Союзе его цитировали как некого материалиста, а он был последователем Николая Федорова. Вот что интересно, философия общего дела. И считают, что его последователем был и Королев. И самое интересное, что, ну, это старая история, которую я повторю, так сказать, о том, что Николай Федоров был внебрачным сыном князя Гагарина, и что первый космонавт не случайно был выбран Королевым с такой же фамилией, потому что Николай Федоров и так далее. Не знаю, как вы к этому относитесь, но вот такая существует история. Это хороший сюжет для голливудских фильмов. Тут просто много чего. Русский космизм, там, я думаю, сериал на семь сезонов можно было бы сделать. Netflix, конечно, и там подключился бы еще что-то. Здесь следующий момент. Я очень осторожно отношусь к движению так называемого русского космизма. Здесь есть определенный момент мифологизации интеллектуальной. Да, когда Федоров работал в библиотеке, среди читателей был замечен Циолковский, который приехал поступать в Бауманку, но не поступил. Сам Циолковский как-то скромно об этом все вспоминает. Но была некая связь, что там, какое реальное общение было, какой объем информации был получен Циолковским. Другое дело, что Циолковский делал ставку тоже. Здесь как бы схожий процесс увеличения, масс увеличения народов происходит. Циолковский делал ставку на увеличение народа населения. Исходило с того, что народов вскоре будет много. Но для чего должно быть много народа? Да потому что Земля – это лишь один из элементов Вселенной, где мы живем. Наша задача, если мы высшие существа. Циолковский, кстати, изначально был ближе к атеизму и позитивизму. Его любимый мыслитель был Писарев. Но однажды он увидел крест на небе, и с той поры как-то он, так сказать, несколько преобразился. Если у Федорова этика выражалась термином супраморализм, то есть сверхморализм, сверхэтика, то у Циолковского была установка, что ничто не должно страдать. То есть мы должны создать условия, когда никто не страдает ни среди людей, ни среди же животного мира. Для реализации вот этого своего проекта ему необходимо было много людей, много народа, чтобы сначала навести порядок, чтобы на Земле никто не страдал. А затем, так сказать, вот эта армия освобождения распространяется на Вселенную. Мы там наводим порядок. И финальная стадия – вся Вселенная должна быть под нашим контролем. Ничто во Вселенной, никакие формы жизни, а они могут быть разными, формы жизни. Не только тот образ, к которому мы привыкли, человека. Может быть, иные существования. Ничто не должно страдать. Вот такая интересная точка соприкосновения. Есть моменты общности, но степень влияния тут нужно еще изучать. И не все так, в общем-то, на самом деле просто. Другое дело, что мы должны понимать, что запрос времени уже. Федоров, Циолковский, разные люди по типажу. Все уже работают в формате сверхзадач. Что традиционные техники и практики уже не работают. Да, христианство есть, да, православие есть, но оно несколько пассивно. Давайте быть активными. Да, вот этот призыв Федорова. Если ты истинно православный, ты должен работать с представителями научного мира, с философского мира. Эти все сферы теоретической деятельности. Да, наша задача – сочетание теоретического и практического разума. Если ты истинно православный, ты сам должен представлять пример сочетания теоретического и практического разума и объединять других людей для воплощения ценности православия в жизни. Ты должен действовать. Поэтому вот такой активизм на основе науки и техники – это человек, для которого союзниками являются инженеры и представители естествознания и гуманитарного знания и философии. Но чтобы они стали твоими союзниками, ты должен для них вот эту сверхзадачу поставить. Некий цикл наших с вами встреч и разговоров связан с историей русской философии. И в заключение хочется задать вам один вопрос. В принципе, деятельность Николая Федорова и того же Циолковского можно назвать русской философией? Это одно из проявлений русской философии. Русская философия многообразна. Мы можем встретить позитивистские варианты, метафизические варианты, ближе к религиозной, ближе к атеистической. Это просто одно из проявлений, которые мы должны продолжать тщательно изучать, вводить что-то в оборот. Это важный элемент, ценный элемент нашего интеллектуального наследия. Ну что ж, постараемся зародить некое семя в уме наших телезрителей, которые должны сами разобраться в этом вопросе, посоветоваться с людьми, знающими и думающими, со священниками и так далее. Потому что я не разобрался в этом вопросе, хотя мне было это в свое время крайне интересно. Спасибо вам большое за интересный рассказ, интересную передачу из цикла, скажем так, русской философии. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Василий Викторович Иванчугов, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии, философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Также член экспертного совета по теологии Высшей аттестационной комиссии Министерства образования России. Спасибо вам большое, надеемся на дальнейшие встречи. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.